Доброго всем дня, дорогие мои! Ну что, как у вас? А, кружечки, вы что там стучите мне? Как у вас дела, братва? Что, по давлению шиной горит индикатор, левое колесо рулевое, 8,5. Сейчас как будет 8,6? Шипнули, да? 8,6, шипнули. Так-то датчик работает, я сегодня проверил отлично. Почему? Потому что я стоял на солнечной, правая сторона солнечная была, левая в тени. С утра на запуске машины смотрю, давление снижено. Открываю вкладку шины, и снижено давление именно на левом колесе, потому что, когда открыл температуру колеса, на правом было где-то в районе 11 градусов, а на левом 9, правая солнечная сторона была, левая 9, и поэтому левое колесо было как будто бы снижено. Ну, давление то, чтобы поменьше было, в тени стояло. Сейчас все нормально. Подкачивать не нужно, давление 8,2-8,3 тут у меня, колеса нормально. Когда в жаре идешь, они под десятку выходят у тебя, поэтому качать дальше уже не нужно, это нормально, вроде как. Немножко я, братва, тут что-то приболел, так давай-ка, ну, это, типа, соберись-ка, Серега, блин, что за ты, сам себе говорю, приболел он тут. Сопли какие-то появились, что-то гору, это гору у меня вообще заколебало уже. Так, ну-ка стоять, где мне ехать? Ага, прямо, прямо, все правильно. Направо нам на скады идет. Вот. Опа-опа. Приболел немножко, но ничего, пройдет, все нормально. Найден более быстрый маршрут. План работы, друзья, на сегодняшний день. Сегодня у нас четверг, второе мая. Всех с праздниками. Второе мая. Май вообще отличное время года, отличный месяц, я считаю, это такой праздничный месяц. Полон как на праздники, так и на дни рождения, вот, например, это даже касаясь моей семьи, да, там, родственников. Майя это просто что-то с чем-то, ну, одного, второго, третьего. Вот. У тещи моей любимой, правда, недавно было, не в мае, а в апреле. Вот. Как раз в мой отъезд. Ну, тоже рядом все. Так что, такие дела. Теща, вам огромный привет. Постоянно смотрят меня. Мне это очень радует. И постоянно меня смотрят еще родители, вам огромный привет, ну и бабуля моя. Бабушка, тебе тоже огромный привет. Обещал передать привет, помнишь? Вот этот момент настал. Такие дела. Едем, едем. Вот и знаете, в чем прикол, да? Как вот тот вот... Хочется иногда, вот, в некоторых моментах, вот, от ситуации зависит, да, иногда прям вот хочется смотивнуться, вот прям момент... Сколько там секунд? 67 или 06, 07? 63. Шестерка, как будто нолик кажется. Вот иногда некоторые моменты прям провоцируют тебя на... На нецензурную брань. Ну, как вот... Как вот себя заставить... Не то, что заставить, как сматериться, когда тебя смотрят твои родные люди? Не знаю. Поэтому стараюсь себя сдерживать. Да, бывает, конечно, огрехи и косяки, когда я не справляюсь немножечко с этим или у меня немножечко вылетает, но я стараюсь это, друзья, минимизировать в этом году. Так что все. Всем отличного дня, хорошего настроения. А, ну да, план работы на сегодняшний день. Как же без этого? Загрузились, друзья, в белых столбах территориально Домодедово, Московская область, на Пензу. Загрузились на Пензу. Ну, дистанция 600 километров. Дальняк прям из всех дальняков. 600 километров дистанция рейс. Выгрузка завтра с утра. План работы, значит, если педальку тормоза дальше додавить, хопа, холд, педаль тормоза отпустил, машина стоит. 17 секунд можно на нейтраль еще скинуть. Вот. Доезжаем до места. По заправке на 3400 километров соляры 3300 от Блю. Заправляться не будем. Все это. Зачем? Вот. Коробка в режим драйв. И с холда это не ручник, ничего, просто газу добавляем. Опа. И она пошла. Отличная функция на Мерседесах. Мне она вообще нравится. Не надо ручник задействовать. По заправке заправляться не будем, значит, сказал да. Заеду, впереди у меня будет стояночка. Стояночка с магазином Пятерочка. Выйдешь? Не выйдешь? Ладно, подожди, сейчас уже не выходи. Сплошная, не хотелось, так поднарушить придется. Вот сюда. Оба, на разделительные вышли. Там есть магазин Пятерочка, закончилась вода, закончился соус. Ну, короче, по продуктам надо посмотреть, вот сейчас приедем. Там же зайду, сполоснусь, помоюсь. Вот такие дела. Поехали. Поработаем. Впереди 10 мая. Блин, горло болит. Прям разговариваю, как мудак. И сопли как будто бы начинают ставить. Сейчас горячего чайку с лимончиком попил. Не знаю, где-то слышал, что когда горло болит, горячего, горячий чай нельзя пить. И вообще что-то горячее нельзя пить. Так ли оно или нет? Фиге, надо было бы смотреть. Брат, если ты это знаешь, брат, если ты это знаешь, или подруга, напиши мне в комментариях. Можно ли пить горячее что-то при боли в горле? Вообще горло, если честно, заколепало. Вот вроде вылечишься, да? Все нормально. Чуть-чуть прохладненькую водичку побьешь, все нафиг. Я уже понимаю, что завтра, наверное, я опять с горлом прилягу. Ну, так оно и получилось. И у меня вода всегда вот здесь. Вот она. Она не в холодильнике, она нигде. Естественно, она не прям теплая, но она и не холодная. И вот с этого, чтобы болело горло, это что-то не то. Какая-то херня, если честно. Вот. Так кайфую, братва, от того, что я еду на чистом автомобиле. Кайфую. Вообще жестко кайфую. Машина даже, знаете, идет идеально. Просто отлично идет. Очень круто. Сегодня с утра я ее обхожу. Так смотрю, любующий, да? А вчера, блин, только машину помыл. Пока на погрузку встал на рампе, пока туда оформляться ходил, я как от машины отхожу? Чуть-чуть отошел. А, сначала вышел, смотрю на нее. Чуть-чуть отошел, повернулся. Подальше отошел. Еще раз повернулся. У кого так же с машинами, а? Признавайтесь со своими любимыми машинами. Я вообще считаю, да, что если человек, я где-то это правда слышал, что если человек, когда закрывает свою машину и уходит, оборачивается хотя бы один раз, а то и два, и три бывают, значит, он любит свою машину. А если человек просто закрыл и ушел, значит, нет. Ну, или весь в запаре какой-нибудь. как кольчуга, ты что там вылезал? Надо ее засунуть обратно. Так, 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 а, говорил, 10 мая у меня будет подменный, 10 мая надо будет как-то забрать подменного на эту машину, с чудо-машином. Не знаю, что этой машинке повезло со мной или нет, отбойник от Адраублин задний. Хожу по магазинам, ищу его, вот именно Гринвальдский вот этот отбойник, да, резиновый, найти пока не могу. Всякие шмецовские вот эти, кёгелевские отбойники есть, а Гринвальдский с изображением там, типа, елочка изображена. Что-то такое пока найти не могу. Надо будет еще поискать. Ну, и сейчас буду еще смотреть вот эту радиаторную решеточку маленькую снизу. Если я ее найду целую, ну, новую, естественно, я ее обязательно куплю, потому что вот вроде бы незаметно, да, вот так ходишь, я вроде даже знаю об этом, но я об этом забываю, и даже как-то не обращается внимание, незаметная эта штука. Но от того, что я об этом знаю, и когда я об этом вспоминаю, это вижу, мне от этого неприятно. И я думаю, нет, я куплю, я ее сейчас найду, я где-нибудь ее возьму. Вот вопрос в том, сколько она будет стоить, потому что все вот эти вот детали на грузовике, вроде бы да, какая-нибудь крошка, а эта крошка будет стоить охренительных денег. Ценовая политика, если честно, в сфере грузоперевозки, содержания грузовых автомобилей, если честно, сумасшедшая, я считаю. необоснованно сумасшедшая. Вот такие вот мои выводы. День просто отличный, друзья. Плюс 11 градусов, не так жарко, но в принципе не холодно. Время 9 часов 33 минуты московского естественного времени. У меня всегда московское время, вы знаете, так, опа, и немножечко такая пухабина, как ее назвать, ямка. О чем еще поболтать с вами? Не знаю. Иногда вот ничего не монтируешь, ничего не снимаешь, но всему есть, друзья, оправдание. В моем случае это я иногда просто ухожу вот как бы в себя, в работу, да, вот какие-то мысли свои, вот так еду, наслажаешь дорогой и вообще ничего не снимаю, ничего не монтирую. Мне просто доставляет удовольствие просто заниматься своим очень-очень любимым делом. я просто еду и не получаю удовольствие. Не заморачиваюсь о том, что так, нужно это подснять, нужно то подснять. Своего рода отпускаю ситуацию, братва, просто отпускаю и живу моментом. Потому что вы, наверное, со мной согласитесь, когда ты берешь, видишь какой-то момент и хочешь его запечатлеть на память, да, ты достаешь свой телефон, достаешь видеокамеру хоть что, ты начинаешь это фотографировать, снимать, и тем самым ты не наслаждаешься этим моментом, ты его упускаешь вживую, ты его упускаешь. Да, он у тебя сохранится на фото, но все вы знаете, что фото и вживую это совершенно разные вещи. И вот ты упускаешь реальность вот этого момента, понимаешь, он у тебя остается только в порядке изображения, фото или видео на телефоне, а это уже уже не живое, уже не то. Нужно пережить этот момент именно вживую и вот такие моменты я просто еду и наслаждаюсь. Не фотографирую, не снимаю ничего, наслаждаюсь этими моментами, настоящими моментами. Может и не все согласятся, но определенное количество людей точно меня поймут сейчас. но я все равно достану телефон и буду снимать, потому что я блогер, мама. У некоторых людей, сейчас что-то еду, думаю про это, да, все, ну, как сам сама ситуация, сам этот утренний разговор меня до этого сейчас привел о блогерах. Люди думают, что если человек идет с камерой, значит он кого-то пытается там заснять, сдать, настукачить, да, на кого-то там, так это назовем, слить, короче. Блин, я фиг его знает. Вот сказать за себя, если вы меня где-то, братва, увидите с камеры, я что-то буду ходить снимать, это не будет означать, что я сейчас куда-то эту видеосъемку солью там, не знаю, определенные органы, да, какие-либо. Нет, это вообще не так. Я снимаю исключительно для, не знаю, для своего контента. Даже когда, вы, наверное, заметили, даже когда у меня в жизни происходят какие-то моменты, где я могу у человека вот сейчас просто заложить там или что-то кому-то там, да, я либо замазываю номера, чтобы его никто не спалил, либо я просто, бывает куча моментов таких, где во время съемки я могу что-то другое еще подснять, ну, там, вдруг попало в кадр, да, и если этот момент в кадре есть, я стараюсь его удалять, если, конечно, соображу об этом, ну, как, пойму, что действительно это сейчас не нужно, я просто этот момент удаляю, ну, зачем, фиг его знает, у людей всякое это бывает, кто-то ведь не осознавая того, что он делает, может нагосячить где-то там кого-то на камеру, фиг его, короче, все, ставили момент тема. Сколько я уже болтаю? 15 минут! Целый ролик уже болтаю, утренний начинается уже. А давайте мы целый вот этот ролик утренний будет чисто вот у нас в болтовне. Как его, как-нибудь его так и назовем. Диалог, утренний диалог с сэрком. Иногда так хочется с утра поболтать, о чем? Давайте поболтаем с вами. Что еще обсудим? Давайте минут до 20 мы сейчас додержим этот ролик, видео до 20 минут и потом его просто так и вставим. с утра поставил, ну я где-то выехал с территории в районе часа. Меня, кстати, первый раз грузила девушка на каре. Молодая девчонка, моя сверстница, грузила мою машину, считай, а я стоял в территории, в помещении, короче, на складе, на складе, проще скажу. Да, помещение, территория, на складе стояла, рядом. Она на погрузчике ездила, маленьком, балета закидывала. Вот, это был, наверное, единственный момент, когда меня грузила молодая девчонка от моего возраста. Были, конечно, женщины, но они были и в возрасте, но в основном это всегда мужчины, в основном всегда мужики, короче, грузили. И мне так иногда даже неудобно было, такая молодая девчонка, хрупкая, на этой рухле, так сказать, вот эти поддоны, короче, ну понятно, что она не сама это все там поднимает, тягает и так далее, толкает, это все делается в автоматическом как режиме, да? Но все равно, блин, такой момент, фиг его знает, вроде бы я хочу там сказать, что, может помочь что-нибудь, как тебе, как может что-то помочь, подсобить, как-то поддержать, не знаю, подтолкнуть, но понимаешь, что я просто сейчас помешаюсь, зачем? Человек знает свою работу, пускай думает, вот, и я, типа, в телефоне сижу, на самом все равно глазом-то посматриваю, вот так, думаю, может действительно где-то надо что-то тяжелого поднять, и я помогаю, подать. Ну нет, все, молодец, отлично справилась, молодец. Вот. Поставил я, значит, номерные рамки спереди, сзади. Смотрятся они, конечно, братва, обалденно, мне очень нравится. И сейчас возник вопрос, подключать их вообще или нет. Потому что, когда я вижу вот эти рамки, которые подключенные, да, у некоторых, в основном, это всегда малыши. На фурах я еще такой штуки не видел, чтобы рамки номерные не подсвечивались, ну, логотип снизу. На легковых видел. И вот, почему я думаю, подключать их или нет? Потому что, когда вот ты видишь машину с такой же рамкой номерной, светящейся в темное время суток, да, она так ярко светит, просто ужас. Я думаю, издалека это просто белое пятно какое-то к тебе приближается, и ты начинаешь что-то там прочитывать вот уже вот-вот перед тобой, потому что издали она вообще непонятно, что там написано. Такое реально белое пятно едет, яркое, думаю, что за херня? Ну, не особо мне как-то нравится, не знаю, посмотрю. Конечно, я все равно их подключу, посмотрю, как оно себя будет вести в ночное время. Если мне не понравится, если она будет слишком сильно бить в глаза и так далее, я ее отключу, чтобы никого не напрягать, во-первых, ну и чтобы сам, ну, если мне не понравилось, зачем она мне нужна была, да. Просто я приду к тому, что я купил обычные рамки, если я их не подключу, номерные за 4000 рублей на секундочку, просто как бы с названием канала, если их подключать не буду. Вот так. Ладно, решим, посмотрим. Так, по поводу вчерашней мойки. Я вчера заезжал на мойку помыть машину, она у меня была пустая, и в моменте мойки вот сверху есть клапан на прицепе, вот этот черный, сверху есть клапан, и когда они моют, они туда прям закидывают воду, и когда я на погрузку приехал сейчас, а там, знаешь, охрана стоит, и нужно ворота открывать, что ты пустой, и все дела, посмотреть ему. Я ворота открываю, а там вода, блин, просто офигеть. Там столько воды накидано было. Я хотел сфотографировать, но почему-то я не сфотографировал. В основном с левой стороны, с правой не так много, но с левой очень много воды закидано. Обалдеть, думаю, про себя. Что-то я раньше, конечно, тоже мыл машины, и точно так же, грубо говоря, да, но я не замечал, что там столько воды. Не знаю. Надо будет сейчас... Ну, груженому точно не поеду мыться теперь. Я еще, если до этого думал, типа, груженый, да, заеду, наверное, помоюсь, что такого, тот же самый дождь. Ну, попрошу, чтобы там более-менее поверху не били водой, где этот клапан, чуть пониже били. А сейчас груженый точно нафиг не поеду. Ну, за исключением каких-нибудь там труб, еще что-нибудь, если такой перевод, что не боится влаги, воды, тогда ладно. А так, если где-то коробки, бумага и какая-нибудь там еще продукция, дорогая тем более, да, то точно для себя решил, что нет. Я лучше поеду на грязный, подожду момент, но помоюсь на пустую, либо на груз, который не боится влаги. Вот так. Блин, горло дурацкое. Не дает нормально разговаривать. Голос не свой, короче. Вот такие, друзья, дела. Так, 21 минута, 30 секунд мы уже разговариваем. Не знаю, где-то, если момент какой-то вырежу, будет чуть-чуть поменьше. Вот так вот. Все, друзья, давайте на этом ролик закончим. Это мой первый такой ролик, где я просто заснял свою болтовню утреннюю и на ней закончил. Прикольно. Прикольно. Все, всем спасибо за просмотр. Это самый мой быстрый контент вообще. Я просто как снимаю? Несколько дней. Один ролик у меня занимает несколько дней. А сейчас один ролик у меня занял просто 26 километров я еду 20 минут, 25, наверное, минут. с моментами подумать, что сказать и так далее. Все, всем спасибо за просмотр. Вы были на YouTube-канале Сергей Дальнобой. Подписывайтесь на канал, друзья. Также у меня есть Telegram-канал. Всегда ссылка на Telegram-канал в описании каждого ролика. Так что переходите, подписывайтесь. Будем общаться там. Все, всем пока, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok